Кто не товарищ мебели. Друзья, всем привет. Накипело, хочу поделиться важной информацией и заодно попросить правильно и бережно относиться к приобретенной мебели. Итак, наверное, чуть более года назад мы устанавливали кухню в Подмосковье. Кухню установили, все отлично, заказчик очень рад. Но прошло чуть более шести месяцев и заказчик присылает фото фасада, фасад в пластике с кромкой по торцу, и что я вижу, кромка отошла, фасад вздулся, основа ДСП, причем фасад находится в верхней базе, думаю, брак. Мы очень лояльно относимся ко всем нашим заказчикам, в том числе и после гарантийных сроков, с проблемой не оставим. Так как кухня на гарантии, естественно, меняем фасад. Приехали, заменили, осмотрели все остальные фасады, сфотографировали, так на всякий. Далее вы удивитесь, впрочем, как и я, спустя пару месяцев снова звонок, фото, другой фасад, все точно так же. Я уже разволновался, еду на производство с фасадом заказчика, встречаюсь с мастером, показываю, спрашиваю, как так, гоним некачественную продукцию. Поднимаем документацию, кому еще изготавливали из этого пластика фасады, сам лично звоню заказчику, был еще один заказчик, но гораздо позднее, спрашиваю, все ли хорошо, да отвечает, претензий нет. В итоге, меняем снова фасад, уже второй раз. Дико извиняюсь перед заказчиком, дарю цветы и коробку конфет. Самому и правда неловко были у нас мошенники, это другая история, но это не похоже, мама двоих детишек, супруг хороший человек. Все заменили, уехали. Продолжение. В среду, 31 мая 23 года, я находился в Подмосковье, горке 10, Одинцовский район, неподалеку от Д, Барвиха. Звонит мне заказчица, я уже взволнован, начинаю чесаться и нервничать. Но думаю, трубку поднимать нужно. Поднимаю и тут снова та же самая проблема, говорю, я тут рядом с вами, сейчас в течение часа подъеду, выберем новый цвет фасада, изготовлю за наш счет все фасады, а что делать. Еду и думаю, наверное заказчице не понравился цвет фасадов, она их специально портит, ну ли еще как-то. Приехал, захожу в дом, частный и в кухне, как в бане, будь то пару поддали, виду не показываю, а сам ищу причину такой влажности. А самому в голову пришло воспоминание из детства, когда моя мама стирала белье в доме, в круглой такой машине, малютка вроде называлась, и вот в точности такая прель в кухне. Спрашиваю напрямую, почему в доме такая влажность, им не отвечают, так я к вашему приезду кухню обиходила, спрашиваю, а влажность откуда такая, и тут я был в шоке, пароочистителем, и тут мне стало все ясно. Начал уточнять, оказалось, что хозяйка очень любит чистоту, и постоянно все чистила и фасады, и столешницу пароочистителем, от такой температуры и влажности фасады и разбухали. Вот такая ситуация, третий фасад, мы конечно поменяем, посмотрим, что дальше будет с нашей кухней, возможно и остальные фасады, со временем взорвутся. С заказчицей мы поговорили, я ей показал пункт в договоре, инструкция по уходу за мебелью, произведенной фабрикой Миви, там как раз все прописано.